Здарова, народ! И сейчас вы будете ржать просто на всю хату! Ну потому что когда вы еще можете увидеть ситуацию, когда два артовода идут на таран ПТ-шки СУ-152? При каких обстоятельствах это вообще случилось и как до такого жизнь докатилось, короче, сами увидите. Но пока что нам тут 12Т помогает заточить пердачок в кустики и кто же первый получит ваншотик фугасиком СУ-152, кстати, несмотря на все нерфы, в принципе, ну я имею ввиду нерфы фугасов, остается быть очень, остается очень фановой такой веселой машиной. И посмотри, на Т-34-85 мы ваншотик сразу же на 810 хп, бедолага походу даже не вдуплил толком, что происходит. Ну у нас У-152 профессионал, конечно, здесь ничего не скажешь. Блайнит по кустам очень эффективно, уже 810 дамага нанес, но это пока только начало боя. Давайте немножко уделим внимание составам команд. Ну что сказать, более-менее повезло с ушечки, то есть попал он вверх списка, здесь шестерочки катаются по карте, много картонных целей, Крусейдер, там Шкода, Тайп-64, да и Т-29, честно, мы можем в корпус очень хорошо зафинтелить. Другое дело, что наш герой предпочитает не возить кумулятивные снаряды вообще, то есть он чисто без голды в этом бою. А СУ-152 очень часто можно встретить на кумулячках с пробитием 250, с уроном в семь сотен единиц, и этими кумулями она очень жестко карает. Поэтому нашему герою тут придется чисто обходиться ББшками, обходиться фугасами, здорово не разгонишься, короче. Ну и кто там впереди высовывает свой нос, проверяем кусты, и пока что, честно говоря, особо никого не видно. Ну может кого-то сейчас на центре выцелим, а? Мужики, давайте, выкатывайте, что вы там выдумываете? Люлей получили, быстренько в ангар отправились, все. Ну, пока что счет 2-2, в городе очень сложная битва идет, и честно говоря, сейчас походу оттуда толпа врагов будет перекатывать уже на нашу половину карты. Ничего хорошего, короче, народ. Вот, и придется сушки, ну хотя для нашей ПТ, если враги сюда поддавливать будут, это даже неплохо, потому что, ну сами понимаете, мы тогда, наша позиция становится очень эффективной, и мы можем бревнами их очень быстро останавливать. Но, с другой стороны, конечно, если уж слишком тяжелая ситуация будет, даже наши бревна могут не спасти. Так, кто там на центре кукует, а? Т-150 стоит, 1000 хп. Т-150 фуловый, мог бы там что-то поразменивать, он вражеский Т-150 уже люлей по полной наполучал. 33 хп у товарища. Так, выкатывает АМХ. А ну-ка, сейчас подгон ему можно выписать. Не, АМХ пока не спешит, не спешит выезжать, очень много целей там, прямо за углом, блин, за углом. Стоят, но проблема в том, что абсолютно никак нам к ним, блин, не подобраться. Стоят такие, те сладенькие, но особо ничего сделать не можем. Но, тем не менее, вот второй ваншот, вылез в ВК-3001П, Бартяночку свою подставил и спокойно мы ему туда люлей засадили. Уже неплохо, скажу я вам так. А кто тут прибыл к нашу базу покорять? Крузак выкатывается. И, ну, это легкий довольно фраг. Третий фраг, тем не менее, у нашей сушки дела идут, можно сказать, неплохо. Главное не расслабляться, как говорится, да? 4-6. Тем временем счет, и вон кто-то там на центре сидит, бдит. Посмотри, это Шкода Т-25. А ну-ка, Кодыч, давай, показывай калиточку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот это был неплохой шанс. Шкода Т-25 картонная, на самом деле, еще и борт нам открыла. Могли, в принципе, и заваншотить. Но не получилось, не срослось, как говорится, да? Так, сейчас еще раз Т-150 выкатывать собирается. Ну, это уж совсем простая цель. 33 хп, без проблем Т-150 мы, конечно, снимаем. Ну, а как могло быть по-другому? Все-таки Т-150 сильно не славится. Тут броней такой, чтобы 33 хп его спасли. Так, не, броня есть у Т-150, но он бортом еще катил. Так что тут вообще без вопросов. А к слову, у нашего героя скоро могут закончиться фугасики на самом деле. Потому что 4 фугасных снаряда осталось. Здорово не разгуляешься с такой ситуацией. К тому же, счет 6-9. Наша команда просто отвратительно играет в этом бою. Т-29 картонный борт свой открылой, дорогой. Какой ты молодец. Подожди, стой, не дергайся, а то не попадем. А, ну, здесь есть другие цели. Т-29 там что-то хитрит. А вот АМХ М4-45 выкатился спокойно. Борт подставил и без проблем мы ему туда. Фугас заряжаем. Еще одна Шкода. Ну, братюнь, ты не видел, как происходило с твоими товарищами? Не очень хорошая ситуация. Ничему тебя жизнь не учит. Опа, Т-29 на 302. Всего, ну, Т-29 все-таки тяжелый танк седьмого уровня. Поэтому, ну, хотелось бы и поболее ему засадить. Но, что имеем, то имеем, как говорится. Так, сейчас еще раз. Т-29 и нет, не залетает. Последний фугас остается у нашего героя. И дальше бронебойные снаряды. А там, честно говоря, пробитием они нас не балуют. Собственно, всего 135 миллиметров бронепробиваемостью ББР. Поэтому здорово не разгуляешься, честно говоря, с таким-то бронепробитием. А ситуация усложняется. Он КВ-2 фуловый. КВ-2, где ты так схоронился-то, е-мое? Ты ж на тяжелом танке должен быть уже давно в ангаре. Ну, или как минимум ваншотный тут где-нибудь стоять. А он фуловый. Не, ну это садовник. Из разряда садовника. Мы знаете, любители по кустам сидеть на тяжелых танках. Особенно вот эти красавчики. Так, Т-29. Ох, Т-29 жопой чувствует. Походу, что мы на него смотрим. И на 118. Не помогла тебе игра в прятки 29-й. Не, конечно, ты неплохо держался. Но наш фугас не в бровь, а в глаз залетает, да? Т-29 пытается блайнить, ответочку нам засылает. Нет, дружище, такие фокусы у тебя не пройдут. Мы готовы ко всему. Он, кстати, еще один Т-29. Ох, развелось их, блин, как грибов после дождя. А этот поехал. Кстати, у нас два союзника там стоят. Шотные оба. Их сейчас Т-29 может раскатать легко. Да и к тому же у нас пошли бэбэхи. И теперь попробуй их реализуй. С таким-то бронепробитием. Ай-яй-яй, на 243 пропустили блайнд. Т-29. Дело свое нехитрое. Выполняет. Кидает в кусты снаряды и у него... О, КВ-2 слился. Ай, все. 8-13. Остаемся вдвоем с ПТ-шкой. Против... Даже... Не успел сказать против скольки врагов, как произошли тут перестановочки небольшие. Но сейчас против шести были против семи. Наша ПТ-шка там работает. Пожелаем ей, конечно, удачи. Но... Мне кажется, сложновато ей будет там в углу сражаться. Опа, Шкода. Шкода, ну не в ту дверь ты опять зашел, дружище. Бронебойным. Ну вот картонная Шкода. С ней наши ББ-шки, конечно, справятся. Ля какой град здесь залетает. Шухер. Срочно хаваем зад. Потому что вот такие подгончики нам не нужны. Залетело так залетело, блин. Еще и два артовода, на самом деле. Мы с вами... Я вначале анонсировал тут смешную ситуацию с таранами от арты. Так что сами понимаете, куда сейчас будет закатываться этот бой. Ну, короче, финал, ребят, реально достойный. Так, тайп 64-й чешет, посмотри. 223 кп. Но очень далеко, но тем не менее, наш герой чисто угадывает все, что можно. Дружище. Где ты курсы вангования проходил? Расскажи. Тайпа 64-го. Он уже выехал из круга засвета. Из круга прорисовки даже, так скажем. И наш ПТ-шич его угадал. Да, у Тайпа сейчас пердачок подгорит. Т29 остается, на самом деле, против нас. И две арты, ты смотри, почти вытащили, мужики. Ситуацию, казалось бы, неразрешимую. Почти вытащили. Но еще это почти очень больших размеров. Потому что две арты и Т29-й, на самом деле, обе ПТ-шки у нас. Сушка против арты. Довольно сложно будет сражаться. Ну, потому что подвижности нету. Башни нету полноценной. Попробуй хотя бы до той арты доверни. Интересная ситуация. Надо, наверное, сначала Т29-м расправиться. Но проблема в том, что он может там... А нет, я думал, что он будет сидеть в городе. А он прикатывает, но у нас только ББ-шки. Надо выцеливать. И ничего себе ты... Прицел от Эппл прикупил себе. Сверхточный какой-то, я не знаю. Залетает, чтобы пробить куда-то 29-го крышу башни ББ-шка. Это надо конкретно так постараться. Ну что, отправляемся теперь за артиллерией. Которая нас с распростертыми объятиями там ждет. Но проблема в том, как с ней мы будем сражаться, непонятно. Поэтому давайте, пока наш герой летит. Напомню вам быстро, что спонсоры этого видео ребята с классного сайта Водхаб. Где прямо сейчас вы можете открывать 3 очень крутых контейнера. С танками 703 Варен 2, Ксор 1008 и еще и Т-42. Эксклюзивные будут доступны буквально один денек. Поэтому прямо сейчас залетайте. Ссылочка в закрепленном комментарии. Там же эксклюзивный промокод. Который вы можете ввести на сайте Водхаб. Вверху сайта или при пополнении. И получить гарантированный подарок-бонус. Каждому, кто введет промокод, дают подарок-бонус. Поэтому народ в закрепленном комментарии под видео. Ссылочка на Водхаб и промокод. Заходите. Обязательно не пропускайте. Реально неплохие контейнеры. Очень мало времени. Тем более двухствольника выбить. Вообще двухствольник. Солидная вещь. Ну и летит наш герой. Да, народ, также не забывайте про розыгрыш голды. Который в этом видео проходит. До 10 тысяч золота можно поднять. Как всегда у нас стандартные условия. Лайк, подписка, колокольчик. И позитивный комментарий с игровым ником и дедконтакта. Все довольно просто. Участвуйте. Ну и просто поддерживайте ПТ-шку лайком. На СУ-152 уже 3000 урона. 8 фрагов абсолютно без голды. Я думаю, только за это уже можно лайк ставить однозначно. Ни единого кумуля не возим. Вот просто честный геймплей у нашего героя. Ну, проблема в том, что сейчас вроде ситуация даже неплохая. Ну, у нас две ПТ-шки. У них две арты. ХП очень мало. У двух артоводов больше ХП на двоих. Чем у двоих ПТ-шек. Вон, посмотри вверху на полоску ХП. У нас она очень маленькая. Равный счет. И синхронно ребята действуют. Подобрались к вражеской базе. Ну, что артоводы? Мыльтизады. Иначе будет вам очень неприятно. Посмотрим, конечно, как все сложится. Но вы уже, народ, я думаю, догадываетесь, что будет, учитывая, что я так говорю весь бой. Так. Для этого СУ-152 вывернула. Братюня, ой, не там ты самогон покупаешь. Бодяжит, бодяжит, отвечаю тебе. СУ-152 здесь прилег отдохнуть вражеские. Так. А вот это уже трындец. Добрали союзника и остается наш герой один против двух арт. До конца боя меньше минуты времени. Твою дивизию? Интересно, девки пляжут. А что делать? А что делать теперь? 43 секунды. Откатываем аккуратно назад. И артоводы пошли. И бронебойный снаряд, зараза, китайский, подводит нас. Артоводы врываются. На 232 кидает один. Идет на таран и оставляет нам 11 хп. Артоводы в КД мы вот-вот перезарядимся. Этот идет на таран у нас. Нет хп. И последний артовод тараном уничтожает нашего героя. Вот такое фантастическое поражение. Давайте хотя бы лайком героя поддержим. Ну а мы погнали к итогам. Ну и того у нас медаль воина. Основной калибр. Редлик. Мастер. Обиднейшее поражение. Но концовка и начало. Как наш герой пишет. Действительно. Мешные. Вот подробный отчет. Вверху справа. Прошлый видос. Залетаете. Смотрите. Ну вот главное что он не расстроился. Так что по описанию видно. Пишет. Начало и концовка смех. Это правильно. Залетайте. Смотрите прошлый ролик. Ну а мы с вами народ увидимся в новых видео. Которые очень скоро будут на канале. Пока народ.